Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. У тебя, я смотрю, теперь тюбетейка. Когда человеку нечего показать из своих внутренних качеств, он начинает выпендриваться, навешивая на себя разные другие атрибуты, привлекающие внимание. Поэтому у меня действительно наверху уже колпак свернутый, не пойми как, и теперь он действительно напоминает чем-то тюбетейку. Ты знаешь, в чем дело? Вот то, что ты сказал, это только первая стадия, когда человеку нечего показать. Вторая стадия, когда он, наоборот, очень много внутреннего, не самого доброго выкладывает в этот мир. Так что первую стадию ты озвучил, вторую стадию озвучил я. Идем дальше. По какому поводу мы сегодня с тобой собрались? Значит, тема какая? Тут и то, и все обсуждали. Теперь надо срочно всем становиться волхами. Тему эту нам подкинул Владислав Ростаков. Тут у него есть перечень пунктов, на которые, я думаю, если мы подробно правильно ответим, то глядишь и количество волхов каким-то образом возможно увеличится. Хорошо, как вопрос-то звучит? Тут он пишет. Тема, думаю, может звучать так. Варна волхов. А под вопросы в ней такие. Первое. Любой ли человек может стать волхвом? В скобках. Может рода неподходящие? Например, по отцовской линии греки, у которых везде отзываются негативно. Будем по частям отвечать, да? Да, постепенно, чтобы, как это назвать, сразу-то это не сюрприз, чтобы был. Чтобы мысли не потерять. Понятно. Есть небольшое уточнение. Мы с тобой разбирали про варные касты, не так давно в передаче. И, на мой взгляд, волхвов варны нет. Волф – это человек, который способен что-то делать. Который волю, то есть силу, может куда-то направлять, что-то менять, что-то делать. Это так называемое магическое направление. Взаимодействие с силами природы, взаимодействие с людьми, взаимодействие со стихиями. Исходя из этого, варны волхов не существует. Но волхв может быть как в финальной, так и в начальной варне. Волхв может присутствовать и во второй, и в третьей варне. Просто мощь и направленность умений и действий таких волхвов будут очень сильно отличаться друг от друга. Вот это очень важно, мне кажется, понимать. Потому что в волхвы есть узконаправленные, которые исполняют какие-либо возложенные на них обязанности. Кто-то взаимодействует с животными, кто-то взаимодействует с людьми, кто-то взаимодействует со стихиями, кто-то проводит какие-то обряды и на этих обрядах со стихиями взаимодействует. Кто-то еще что-то делает. Поэтому волхв – это очень широкое понимание. Вплоть до того, что волоховающий есть такое вот высказывание. Почему бы и нет? Но не только волоховающий, не только проводящие обряды волхв. Волх – это очень широкое представление. Очень широкие там возможности. Поэтому в каждой варне могут быть свои волхвы. Кроме одной, самой низшей. Вот в данном случае низшей специальной, не начальной, а низшей. Это в армии людин, житий. Есть подраздел, в котором находятся смерды или рабы. Вот там волхвов быть не может. А вот уже у людин и житий, которые находятся на высшей своей стадии, переходной, вот там уже волхвы свои могут быть. Естественно, с какими-то определенными узконаправленными целями. Ну, как-то вот так, наверное. Но тут было еще как бы уточнение, что могут ли быть рода неподходящие. Например, вот тут упоминается по отцовской линии греки. Про это что можно сказать? Ну, почему же греки-то неподходящие? Греки, если это настоящие греки, это одно из направлений как раз жреческого рода и жреческого уровня бытия, мировоззрения, представления. Жреция так называлась. Это место, где, в общем-то, существовали жрецы в большом количестве. Это священные места, которые строили наши предки для того, чтобы какие-то там проводились обряды, действия. И потомки этих жрецов до сих пор в Греции остались. И в Италии остались также потомки наших предков. Поэтому надо смотреть, вы конкретно к какому народу относитесь. Вы относитесь к тем, кто пришел в Грецию и которые называли местных жителей тиранами, к примеру. Это, скорее всего, да, может быть, не совпадение. А если вы относитесь к тем, кто изначально жрецы населял, то в этом случае почему и нет никаких противоречий. В данном случае я не вижу. Дальше. Второй вопрос. Кто и где сможет определить, может ли человек стать волхом? Наверное, жрец. Это первое. Во-вторых, иногда бывают случаи, когда человек сам определяет, что он может волховать. Другое дело. Он использует силу и качества, которыми наделен для чего? Для света и добра? Или все-таки это пекельно-демоническое направление? Если пекельно-демоническое направление, это все-таки в сторону шаманизма туда уходит. Разновидность шаманов. Тоже там разделяются светлые и темные шаманы. Но дело даже не в этом. Там вот как раз очень часто идет взаимодействие с мирами мертвых, с темными мирами. Вот туда погружение идет. Хотя есть белые шаманы. Там не все так однозначно. Есть чернушники откровенные, которые тоже что-то могут в этой жизни делать. Что-то могут менять. Они так же, как и волхвы, изменяют что-либо, направляют что-либо, взаимодействуют с чем-либо. Поэтому, если вы одарены какими-то качествами, если вас слушаются животные, если вы взаимодействуете со стихиями, то в этом случае у вас волховское уже заявлено. Уже инструментарий волховской вам дан. Вопрос, умеете ли вы им пользоваться, и пользоваться для каких целей. Вот это более важный вопрос. И еще под вопрос, вы вообще по этой игре какую роль ведете? Роль темного или роль светлого? Кто вы в этой жизни? Очень часто люди, проанализировав свои деяния, свои мысли, просто определяются – я на стороне света. И тогда ему даются задания в этой жизни по свету. И тогда у него раскрываются все его эзотерические возможности, какие-то мыслительные возможности, волховские возможности по свету. Ежели он по этой игре темный, то в этом случае у него будут раскрываться возможности, которые ближе к пекельному миру. Часто спрашивают, а можно ли, например, имея темные задатки, перейти в свет? Я отвечаю сразу – да, можно. Как и из света во тьму можно перейти во мрак, так и из мрака можно перейти в свет. Нету каких-то ограничений и запретов для того и для другого. Все зависит от сознания, от мышления, мировоззрения, которое человек в себя вкладывает, от тех задач, которые изначально на него возложены для этой жизни. Вот примерно так. Благодарю. Третий вопрос. Есть ли школы волхвов? И если есть, имеет ли значение возраст поступающего? И запятая, где эта школа? Ну, наверное, где эти школы? Вот так. Сразу отвечу. Где находятся такие школы? Я не знаю. Есть ли такие школы? Я тоже не знаю. Поэтому говорить про то, направьте меня туда, где это все делается, Тридевятое царство, к Василисам Премудрым на слет, я не скажу вам, где такие слеты проводятся, где такие школы открыты, и как там все это происходит. Могу только сказать следующее. Что если у вас есть задатки, волхва, даны инструментарии по жизни, и вы чувствуете, что вы чем-то отличаетесь от других людей, то в этом случае, первое, будут создаваться условия для того, чтобы эти инструменты в вас проявились, чтобы ваши умения пользоваться этими инструментами проявились, и будут появляться те, которые будут помогать вам это все делать, как и манекены, на которых вы будете что-то отрабатывать, так и ситуации и случаи, которые необходимо будет отрабатывать, исходя из волхования, также и учителя, которые вам будут осознанно или неосознанно подсказывать, как этим пользоваться и что делать. Задача ваша определить из тех людей, которые на вашем пути встречаются, кто более подходит по вашему ходу. Если вы чувствуете, что зло вам претит, это не ваше, чернуха вам претит, это не ваше, то тогда смело отметайте того, кто вас в чернуху пытается затащить. Смело отметайте, потому что это всего лишь навсего проверка на ваше понимание, ваше мировоззрение, вашу зрелость. Как только вы отметете чернушника, который к вам не подходит, сразу перед вами появится новый наставник, может быть, новый учитель, который поможет вам во многом разобраться и многим овладеть. То есть не бойтесь отказаться от того, что вам не подходит. Сразу же появится то, что вам нужно. Если вы будете связываться с тем, кто к вам не подходит, кто вас тянет не в ту сторону, вы тем самым будете барахтаться в этой каше очень и очень долго и не продвинетесь вдаль. Но завязните в чернухе и потом отмываться придется очень долго. Поэтому лучше отказываться сразу, не боясь, не стесняясь, вежливо, спокойно, без каких-либо эмоций, сказать «Благодарю, очень счастлив, что нас судьба вместе свела, но, к сожалению или к счастью, у меня немножечко иной путь, немножечко другой ход. Я чувствую, что мне надо двигаться в другое направление». Вот и все. Никто не имеет права вас насильно заставлять быть таким, сяким или розетким. Про черных ничего говорить не буду. Буду говорить только про свет. Благодарю. Дальше вопрос. Обязательно ли быть женатым, ну, я так понимаю, волхву, да? Обязательно ли волхву быть женатым и иметь детей? Волхвы – это такая интересная направленность жизни человека, что там может быть и женатый, и неженатый. В зависимости от того, за что отвечает данный волх, какой у него ход, какой у него уровень, и что ему предстоит сделать. Есть волхвы, которые накладывают на себя полную аскезу, полную вообще отрешение от этого мира. Они накапливают силу, они обучаются, они умения свои оттачивают и только потом возвращаются в мир. Но при этом они могут оставаться совершенно непорочными во всех смыслах этого слова. Девственными с точки зрения физики. Есть волхвы, которые сначала должны создать семью, причем семью полноценную, большую, с большим количеством детей. И только после этого они, когда ребенок достигает определенного, младший ребенок достигает определенного возраста, могут начинать волховать. Есть волхвы, которые сначала набираются знаний, умений и потом возвращаются в мир где-нибудь так годам 30-ти с небольшим тире 40-ка. Вот в этом диапазоне. И только после этого, когда у них все уже отточено, все практики взяты, все инструменты на месте, они могут уже быть семейными людьми, семейными человеками и где-нибудь в общине или в каком-нибудь обществе могут проявлять себя как волхв. Но при этом ни что семейное, ни что человеческое им будет не чуждо. Они и в одном, и в другом, и в третьем смогут себя полностью проявлять как ведущий, знающий, умеющий и могущий человек, то есть волхв. Благодарю. Пятый вопрос. Если нет такой волховской школы, в скобках или неизвестно а таковой, закрывают скобки, то планируется ли ее создание? Может быть и планируется, я не знаю. Я созданием такой школы не занимаюсь и вряд ли пока буду заниматься. Хотя, кто знает. Ну и вопрос еще от меня. Вот те люди, которые действительно являются волхами, мы про них не будем упоминать. Но что чем, так сказать, чревато или чем хорошо, наоборот? Если человек либо по наивности, так сказать, по глупости называет себя волхвом, или же второй вариант, он видит, что на этом деле можно такое имя себе взяв нарубить дополнительно то, что называется деньгами или баблом, как просили нас не употреблять, но в общем денежек себе побольше на такое названкое название привлечь. И вот он с корыстными целями начинает называть себя волхвом, не соответствует. Вот какие подарки судьбы ждать в случае, когда он это делает по глупости и когда с коростью. Благодарю. Очень интересная тема и тема самостоятельная тема отдельного эфира, но если у нас еще есть время, то давай ее тоже разберем. Опять же, все зависит от того, к какому ходу относится тот, кто себя называет волхвом или кто является волхвом, к темному или к светлому. Под чьим покровительством он находится, кто ему дает силы и инструменты. Если это демоническое, пекельное, то в этом случае тогда инструментарий ему будет дан оттуда, и он может применять его так, как считает нужным, исходя из своего мировоззрения, своего хода, своих предназначений. Как правило, таких людей используют. Им здесь даются силы, им здесь даются инструменты, они как коммерсанты здесь хорошо себя проявляют, а с учетом того, что у них есть сила темного волхования, хотя слово не подходит, чернушного такого проявления, они эти инструменты используют как коммерсанты для зарабатывания денег. Они используют эти инструменты для создания сект своего имени, для создания каких-то общин, где все как винтики будут подстроены каждое свое месте и будут исполнять волю вот такого вот волхва. В кавычках волхва. Но в конечном итоге в демоническом пекельном мире нет понятия свой или чужой, нет понятия хороший или плохой. Там все очень просто. Если ты сильнее, у тебя больше ресурсов, ты прав. И вот эта вертикаль власти там очень хорошо выстроена. Если у тебя много связей, если у тебя много средств, много силы, ты круче. Если нет, то круче кто-то другой. Исходя из этого, все равно придется в конце концов платить за то, что было дано для использования здесь на земле. О чем мы уже говорили и неоднократно в разных передачах. Придется отрабатывать то, что было дано в кредит. Темные всегда дают в кредит. Никогда подарков нет. Только кредит. Только отрабатывание. Здесь на физике это все было дано. Человек купался власти, купался в славе, купался в деньгах. На физике все это было проявлено. Джин сделал свое дело. Все выполнено. После смерти, когда физическое отходит уже на десятый, на двадцатый, на сотый план и по сути нечем отдавать, отдавать придется только одним. Тем, что ты накопил. По сути ты являлся сборщиком при жизни. Каких-то сил, которые потом, как из батарейки, будут выкачиваться в тех локах, куда тебя поместят, в тех ловушках, где ты будешь находиться. Само собой, что силу ты собирал с тех доверчивых дурачков, которых свою секту притащил, которых доил, накапливая свою вот эту емкость. И как только ты отработаешь там, когда тебя поиспользуют, тебя обратно сюда запустят, опять как батарейку, как аккумулятор, вернее, который будет опять же здесь набирать силу, пользуясь теми инструментами, которые будут спущены. Но и в этом случае человек может выбрать светлый путь нового развития или остаться в старом пути развития. все зависит человек. Тот же, кто находится в светлом пути, в светлом ходе, у него все очень и очень просто. Все инструменты даются для исполнения того предназначения, которое человек обязан здесь выполнить. И дают те, кто является родичами. Родичи в рост, в кредит, в долговую, не дает ничего. Родичи всегда дают как дары, которые приведут к улучшению этого рода. Для того, чтобы ты в этом роду стал лучше других. Чтобы тебя подняли ближе к Творцу, для того, чтобы этот род лучше был, чем он до этого присутствовал. Где-то в каких-то мирах отражения. И в этом случае тогда бояться нечего. Показатель простой. Если ты в черном или в сером ходе, то у тебя стремление одно. Заработать больше денег, больше славы, больше каких-то инструментов для управления другими. Если ты в светлом ходе, то в этом случае у тебя тоже показатели простые. Ты делишься тем, что у тебя есть, осознанно даря то, что у тебя есть, другим. В отличие от физики, там действуют несколько иные законы. Вот если на физике у вас есть яблоко, вы отдали яблоко, у вас яблока нет. А когда вы отдаете знания, умения, то эти умения увеличиваются с количеством тех, кому вы их отдали. чем больше вы отдали добра, тем больше его на земле. Чем больше отдали мудрости, тем больше его на земле. Исходя из этого, делайте выводы, кто вы, какому направлению принадлежите, какие будут дальше результаты. Вот в принципе и все. Благодарю богам нашим слепым, кепкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, Михаил, за то, что ты понял этот вопрос. Благодарю нашим читателям, слушателям, писателям, которые задают такие интересные вопросы, которые хотят разобраться в том, а что же есть на самом деле. Низкий поклон всем. Так держать. Молодцы. Продолжаем в том же духе. Разбираться с тем, что есть на самом деле. И самое главное, не просто разобраться и повеселиться, а применить в жизни, чтобы стать лучше и через себя сделать этот мир лучше. Желаю всем добра. Увидимся и услышимся. С вами был Михаил и Алексей. До новых встреч. Быть добрым. до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...